Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. В этом видео я вам покажу свои небольшие покупки и также отзывы о продуктах, которые я еще не показала. Это будет как магазинная косметика, так и каталожная. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Всего у меня много по чуть-чуть. Я думаю, что это видео будет как раз примерно на то время, как у меня там рассчитано в фотоаппарате. Я думаю, что вам это видео должно быть интересно и полезно. Давайте начнем. Начинаю с покупок и со встречи с Лёлей. Привет тебе, если смотришь меня. Не очень давно у нас была встреча, и Лёля мне подарила пенку. Я сейчас ей активно пользуюсь. Это, вернее, даже очищающее средство для лица сияние востока с экстрактом белого чая. Planet Spa от Ava. Здесь идет удобный дозатор. Средство само жидковатое, имеет приятный аромат. Консистенция средняя ближе к жидкой, и оно хорошо пенится, что мне понравилось. Имеет приятный запах. Косметику очищает оно никак. То есть, все-таки я пользуюсь сначала мицеллярной водой, а потом вот этим средством. Так мне очень нравится. Могу посоветовать. Хороший и запах приятный. И удобная упаковка. Средство само по себе долго. Я его тестирую. Не вызывает аллергии. Лёля, еще раз спасибо. Привет тебе. Дальше. Следующее. Я вам не покажу покупки мужа. Потом покажу в пустых баночках. Вернее, мои подарки. Это уходовые средства. Их я покажу потом в пустых баночках. Уже. В дальнейшем. Также из покупок у меня было только два продуктика. Мы заходили в магазин Rivgosh и в Мир Женщины. В магазине Rivgosh я решила приобрести себе тушь. Потому что у меня сейчас есть одна от Avon. Тушь, которую мне прислала Линочка. Елена Волл, привет тебе. Спасибо большое. Я ей пользуюсь. Но на дневной макияж. Мне хотелось и на дневной. Что-то поярче в том числе. Я обратила свое внимание на тушь, которая была по акции. Возможно, сейчас также в магазине Rivgosh есть эта акция. Это тушь от марки Pupa, которую я люблю. У меня была тушь от этой марки. Мне она нравилась. Тушь стоила 330 рублей. Хотя ее полная цена 600 рублей. То есть практически 50% скидка. За такую цену я решила ее попробовать. Этой тушью я сейчас пользуюсь часто. И она меня больше устраивает. Давайте я вам ее покажу. Так она выглядит. Она довольно широкая, увесистая. В ней, наверное, довольно большой объем идет. Сейчас я вам не скажу. Здесь на упаковке не написано. Открытая ее можно хранить 6 месяцев. Коробочку я уже выбросила. Еще раз вам покажу. Эта тушь называется Vamp Extreme Mascara. Такая вот она. Она идет в черном оттенке с силиконовой кисточкой и щеточкой. Я вам ее сейчас тоже продемонстрирую. Такая она широкая. Набирает она довольно жидковато сначала тушь. Но она у меня уже раскрасилась. Потому что несколько, даже не дней, недель, наверное, у меня эта тушь. Поэтому я уже ей пользуюсь давно. Мнение и впечатление сложилось. Я вам сейчас расскажу. Тушь мне понравилась. Больше да, чем нет. Когда ее только наносишь, она может немножко, совсем чуть-чуть пачкать то, что у вас находится около ресниц. Какие-то, да, участки, глаз или веки. Но как только вы ее нанесли, она может держаться и не сцепаться весь день. Что мне очень понравилось. Она была заявлена для объема. Я часто беру объемные туши и они мне работают на удлинение. В данном случае это не так. Потому что эта тушь и работает именно на объем. Она действительно дает очень хороший объем. И иногда за счет склеивания ресниц. Что не очень хорошо. То есть нужно много раз проводиться с щеточкой. В один слой она будет вообще, наверное, незаметна. Но вот если нанести несколько, вот у меня она сейчас, допустим, на ресницы 2-3 слоя. То ее будет уже видно. На удлинение, наверное, видно даже сейчас. Она не работает абсолютно. Поэтому для удлинения нужна другая тушь. Хотя многие с силиконовыми щеточками туши работают на удлинение. Но если вам нужен объем, то я советую ее взять. По поводу ее стойкости она держится, как я сказала, уже с утра и до вечера, не осыпаясь. Стирается она хорошо. Обычно мицеллярный водой я обычно стираю от Невея. Мне она нравится. В общем, могу посоветовать. Тушь хорошая, если ее брать по акции. Так, конечно, она наверняка будет дороговата. В районе 500-600 рублей я бы за нее не дала. Что еще хочу отметить? Что она не вызывает аллергии и раздражения. Когда она попадает в глаза, она не щипит глаза. То есть больше все-таки, наверное, да, чем нет. Если вас, как и меня, устраивает ее плюсы, то можете к ней присмотреться. Следующее, что я вам покажу, это будет... Соскучилась очень по YouTube, я давно видео не снимала, сегодня планирую несколько снять. Следующее, что я вам покажу, это будет небольшой мой заказик Reflame. Я сейчас на работе его получаю, что мне повезло. Не буду говорить имен, фамилии, потому что знаю, что меня смотрят с работы. Но, в общем, тебе один из моих любимых людей на работе. То есть в школе привет, если смотришь меня. И спасибо за заказ по каталогу номер 7 2016 Reflame. Я там заказала всего лишь две позиции. Первый это вот такой вот сухой шампунь от HairX. 150 мл. У меня уже был такой сухой шампунь для тонких волос. Мне он понравился. Он дает белый налет. Его нужно все-таки какое-то время расчесывать расческой от корней и дальше. Но этот шампунь хорошо работает. На полдня или на день голова может оставаться чистой. Имеет этот так же, как и тот запах приятный, но другой. Этот у меня для жирных волос. Вот что еще я не сказала. То есть для волос, склонных к жирности. Стоил он 300 рублей. Не дешево. Но это палочка-выручалочка. Иногда есть, бывают такие моменты, когда нужно, чтобы была чистая голова. Но не было возможности, допустим, помыть ее. То как раз можно прибегнуть к данному средству. Я пару раз пользовалась. Хватает, если полностью, допустим, утром им воспользоваться, пойти на работу. Вечером еще можно только утром следующим, то есть на сутки, мыть голову. Вот у меня так. Иногда бывало, что, допустим, утром и вечером мышь голову. Это редко у меня. Иногда вечером, допустим, воспользовался, куда-то надо идти. И утром мышь голову. В общем, все равно меня это занимает, в общем, в целом, не больше суток. Вот. Нравится. Хорошее средство. Перхоти не вызывает. Мне подошло. Советовать или нет, это, ну, замена, наверное. На какое-то время обычному шампуню я не могу. И я взяла мыло кусковое. Очень люблю. Я беру не первый раз. Вот это вот мыло Бали. Парадайз. Голубая упаковочка. Оно, мне кажется, будет такое универсальное. У меня пользуется сын, муж. Всем очень нравится. Хотя я бы уже предпочитаю, не раз говорила в видео. Сейчас тоже скажу, если кто-то, может быть, меня новенький смотрит. Не знает. Я обычно предпочитаю жидкое мыло, а муж и сын у меня пользуются кусковым. И это очень хорошее мыло. Оно долго не размыливается. Оно имеет приятный аромат. Нам оно всем нравится. И стоит оно не очень дорого, но уже сейчас и не дешево. Такой кусочек, по-моему, стоит 40 рублей. Но хватает мне вот его на дольше, чем обычное мыло покупное. Поэтому тоже могу посоветовать присмотреться к данным продуктам от компании Ariflame. И с Ariflame это все. Теперь я вам покажу отзывы и продукты от марки Faberlic, которые я не показала до этого. И думаю, что успею сделать свочи на тени. Потому что у меня уже о них есть мнение. Их, наверное, им, этим мнением я и поделюсь с вами. У меня остался один оттеночек, потому что вторые тени я подарила маме. Мне так понравились эти тени. Они у меня сейчас тоже на глазах находятся. Покажу вам макияж с использованием двух оттенков, которые в основном мои любимые. Это вот такая вот палеточка Secret Story. У меня в номере 52-14. Я не помню, это что-то связано с зелеными цветами. И маме я подарила голубо-синю. Синюю палетку. Она пока не пользовалась, но я думаю, тоже останется довольна. Сейчас я вам покажу еще раз. Здесь идет хорошее зеркало, спонжик на два оттенка. Можно его использовать. Остальное все, я так думаю, что я буду и использую, естественно, кисточкой. Сейчас я вам покажу свочи всех оттенков. Начнем вот с этого золотого универсального. Этот оттенок подойдет на все века. Он идет шиммерный. Иногда я эту палетку использую с какой-то другой, более матовой палеткой, чтобы был более спокойный макияж. Сегодня я использовала ее одну с добавлением карандаша для глаз на нижнее веко и двух подводок на верхнее. Вот так выглядит этот цвет. Это золотой цвет. На базу эти тени очень хорошо держатся весь день. Вот его свочь первого. Его можно растушевать. Он очень удобный, не капризный. Он хоть и шиммерный, но этот блестящий шиммерный, да, но этот шиммер не осыпается. Следующий цвет я вам покажу оттеночек. Это бронзовый. Такой вот бронзовый оттенок уже идет более насыщенный. Яркий, он подойдет в складочку или на все века, по вашему желанию. Такой цвет. Я его использовала в складочку. Мне понравилось, как он держится. Следующие два цвета идут в зеленоватой. Интересной гамме. Вот этот зелено-золотистый, такой ближе даже к салатовому. Я его использую тоже либо в складочку. Вот он чуть-чуть осыпается. Наверное, видно будет сейчас. Либо в складочку, либо на все века тоже. Сегодня использовала на все века, но пробовала и так, и так уже. Потому что палетку я тут давно тестирую. Мне она очень нравится. Он такой идет зеленый, чуть-чуть в бронзу уходящих. Немножко хамелеонит. Красивый оттенок. Нравится. Вообще этой палетке очень довольна. Скажу попозже. И простойкость хорошая. И оттенки хорошо передаются. Передача у них отличная. И последний оттенок. Это вот такой, которым я не часто пользуюсь. Он меньше всего, по-моему, содержит таких вот явных блесток и шиммера. Он даже сложно сказать какой. Какой-то зелено-серый, грязноватый такой цвет. Вот его растушевать, наверное, будет очень сложно. Я его использовала, наверное, только как тоже. Если вот его так вот не сильно наносить, его можно использовать в складочку, да, если вечерний макияж. Или же можно его попробовать использовать как подводку. Сейчас еще раз я его наберу. Вам покажу этот оттенок. Такой вот он сложный цвет. Вообще вся палетка очень интересная. Все раз я покажу все оттенки. Дальше так вот. Чтобы было видно, передача очень хорошая. И вот сколько еще пигмента остается на пальцах. У меня, то есть, палетка очень пигментированная. Так, что по поводу ее плюсов и минусов. Наносится хорошо, растушевывается вот этот вот последний, только плохо, который я вам показала, самый темный. Он может растушеваться в грязь, давать какой-то невнятный оттенок. Поэтому им я пользуюсь реже, чем остальными. Вот этими тремя оттенками, я думаю, вполне возможно пользоваться. Если я хочу более какой-то под одежду, то я использую бронзовый. Но это не самый мой ходовой цвет все-таки. Сейчас еще раз покажу палеточку, я вам покажу, какой цвет более для меня. Часто используемый это вот этот вот золотистый. Вот этот вот. И зеленый, который сверху. Их я использую чаще вместе в тандеме. Один, допустим, на веко, другой в складочку. Или один на веко, другой на все тоже веко. То есть, как бы один на веко для бровей, вот этот золотистый. А второй уже на самой подвижной веко. Вот. Вот до их стойкости они держатся больше 12 часов. Я наношу их на базу, которая у меня база. Вот. Вспомнить бы. В общем, не помню. Но моя база для тени, которая мне очень нравится. Я часто ее тоже показываю в видео. Вот. Отзыв очень хороший на палетку. Маме, надеюсь, тоже цвета понравятся. Может быть, если будет, я их брала по акции за 300 рублей когда-нибудь и не столько стоит, я тоже их возьму. А вообще, их обычная цена в каталоге Фаберлик 650 рублей, что, на мой взгляд, дорого. И еще я вам покажу два продуктика в этом видео. Это будут отзывы на Фаберлик, которые я не успела вам показать. Я сейчас еще, завтра забираю еще один заказ по каталогу Фаберлик номер 7. Я тоже его покажу. И уже ближе к концу восьмой кампании я буду делать заказ. Так у меня в этот раз получилось. Ну, потом, когда буду снимать видео, я расскажу, что как и почему. Вот такой вот крем для лица я взяла солнцезащитный с высокой степенью защиты SPF 30. 20-54 его артикул. Этот крем для лица мне понравился. И мне показал, что он абсолютно не имеет никакого сходства с кремом для лица от Avon. Хотя я думала, что они будут аутентичны. От Avon полупрозрачный, легкий, с другим ароматом. Этот же довольно плотный крем. Его нужно какое-то время, чтобы распределить по лицу. Тон идет бело-кремового цвета, желтоватого чуть-чуть. Сейчас я вам покажу его консистенцию. Он довольно плотный. Вот сейчас я нанесла его немного. Вот посмотрите, я его распределяю. Вот это он не распределяется. Вот я начала его размазывать. Вы тоже, наверное, видите, что он не размазывается. Нужно приложить усилия. Нужно время для того, чтобы его распределить по коже. Вот даже руки видно, наверное. Поэтому этот крем такой на любителя. Но мне он понравился, что он дает плотное покрытие. Он не липкий. На него хорошо ложится макияж. Липкость у него есть. Присутствует, но не скажу, что прям большая. Он имеет практически незаметный аромат. В отличие от крема от Avon. Тот был очень сильной отдушкой. Этот имеет легкий аромат. Он идет в объеме 50 мл серия лета. Фильтр хороший здесь. Буду им с удовольствием пользоваться защитой. И на него хорошо ложится тональное средство. Но если подождать, опять же, какое-то время. Если вот вы его нанесли, его сложно распределить. Это проблема вначале. Но потом, когда пройдет время, он хорошо распределяется. Макияж на нем держится отлично. Поэтому я могу это средство посоветовать. И последнее, что я вам покажу, это будет помадка губная. И я еще хотела вас спросить. Пожалуйста, напишите под этим видео, хотели бы вы видеть мою коллекцию помад Фаберлик. Сейчас я посмотрела, у меня довольно много помад именно Фаберлик. Больше 10. Я думаю, наберется на отдельное видео. Если вам это интересно, то, пожалуйста, напишите под данным видео. И я, возможно, подумаю, соберу их. У меня еще просто на работе некоторые лежат. Но сейчас там на работе это особенно не понадобится. Поэтому я могу их принести домой и показать вам все. У меня из разных серий есть. Разное мнение абсолютно о помадах. Но в основном хорошая. Но вот эта помадка, наверное, исключение. Долетняя коллекция 42023. Так она выглядит. Она у меня уже падала. И тюбик уже разбился. Неудобная упаковка сверху. Пластиковая, дешевая, которая идет прозрачно. Хотя помада стоила 199 рублей. Она идет в розовом оттенке у меня. Я не помню, какой-то розовый. Ну, в общем, он там розовый один. Вот так она выглядит. Красивая, пастельная. Но у меня с ней проблемы. То есть, к сожалению, на бальзам, сама по себе, она у меня скатывается в белую полоску. И довольно быстро. То есть, не как другие помады, допустим, спустя час-два. Она у меня прямо скатывается через 15 минут. Оттенок красивый. Но пока я могу вам сказать такое впечатление. Возможно, я ее как-то еще раз пробую. Подружусь с ней. Но пока нет. Может быть, когда буду, если снимать то видео про помаду, у меня изменится мнение. Я там тоже скажу. Так выглядит ее сводч. Она выглядит глянцевой. То есть, она не матовая, глянцевая. В ней нет шиммера. Полупрозрачная. Идет по консистенции. Имеет приятный аромат. И помада вроде бы даже неплоха. Чуть-чуть слегка выбеливает губы. Но, к сожалению, вот этот именно минус, который во многих помадах есть, она скатывается в полоску. Не в белую полоску, а вот такого розового цвета, как эта помада. Не знаю, у всех так или только у меня. Но пока я ее как-то больше с осторожностью пользуюсь. Поэтому советовать пока не могу. Знаю, что у девчонок другие оттенки. Они вроде бы так не скатываются. Но у меня вот так, к сожалению, вышло. И это все. Пока то, что хотела вам рассказать. Я еще раз говорю, что я буду снимать другие видео. Было же я их сегодня или в другие дни, я не знаю. Но все равно всем желаю отличного настроения, радости, счастья, удачи. И до новых встреч.